Здравствуйте, новости Москва-Баку. Сегодня в Тегеране проходит официальная церемония прощания с президентом Ирана Ибрахимом Раисим, главой МИД Хасейном Абдалахианом и другими сопровождавшими их лицами, погибшими в результате крушения вертолета. Всего погибло 8 человек вместе с членами экипажа. На улицы иранской столицы вышли тысячи горожан, которые захотели проститься с президентом и его соратниками. Многие иранцы не сдерживали эмоции во время церемонии прощания. Траурную процессию возглавил руководитель и духовный лидер Ирана Аяталам Али Хамени. Россию на церемонии прощания представляет председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. В среду он прибыл в иранскую столицу по поручению президента России Владимира Путина, который в свою очередь попросил его передать руководству Ирана, что рассчитывает на развитие сотрудничества между странами в прежнем ключе. Азербайджанскую делегацию на траурной церемонии представляют премьер-министр Азербайджана Али Асадов и министр иностранных дел Джихун Байрамов. В среду утром они прибыли в Тегеран. В Иран также прилетел премьер-министр Армении Никол Пашинян. Главу армянского правительства сопровождали вице-премьер Гер Григорян и министр иностранных дел Арарат Мирзаян. Траурная церемония прощания с Абрахимом Рейси и его соратниками продлится в течение среды. А 23 мая президента Ирана похоронят в его родном городе Мешхет, в Мавзолее имама Резы. Между тем в сети появились новые подробности крушения вертолета Рейси. Ими поделился глава администрации президента Ирана Галам Хасейн Исмаили, летевший в это время в другом вертолете. Всего в президентском кортеже было три вертолета. По его словам, погодные условия во время полета были нормальными. Погода была ясной, они летели в сторону Тебриза с нижней стороны плотины. Он рассказал, что вертолеты около получаса летели в районе, прилегающем к медному руднику Сангон. Исмаили отметил, что в долине, прилегающей к району маршрута, наблюдалось скопление облаков. Затем пилот вертолета, перевозившего Рейси, по радиосвязи скомандовал остальным вертолетом набрать высоту и продолжить полет над облаками. По словам Исмаили, борт, в котором летел он, был под номером три. Вертолет президента находился в центре. Впереди был еще один вертолет. Примерно через 30 секунд, вспоминая чиновник, пилот заметил, что главный вертолет, в котором находился Рейси, пропал из поля зрения. После чего пилот третьего вертолета принял решение вернуться на поиски борта с президентом и предположил, что он мог совершить жесткую посадку. Исмаили заявил, что вертолет сделал несколько кругов над районом, но они не смогли увидеть землю из-за облаков. Покружив над местностью, вертолет приземлился возле шахты Сангон. Затем, по словам главы администрации, начались попытки связаться с теми, кто находился на президентском борту. На звонок ответил только имам Джума мечети иранского города Тебрис. Он сказал, что тяжело ранен и находится в лесу. Других пострадавших рядом с собой он не обнаружил. Связь с имамом удалось поддерживать еще несколько часов до его смерти. Согласно рассказу Исмаили, позже они узнали, что остальные пассажиры вертолета умерли мгновенно. Разбившийся президентский борт удалось обнаружить лишь спустя 10 часов после крушения. Вертолет президента Ирана Ибрахима Рейси упал 19 мая в гористой местности, когда иранская делегация возвращалась после рабочего визита из Азербайджана. Азербайджанские пограничники займут посты на армянно-азербайджанской границе у въезда в таушское село Керанс уже в конце июня. Въезд в село пока временно ограничен, об этом пишут СМИ. Как и стало известно накануне, пограничные войска Службы национальной безопасности Армении установили в Керансе три последних пограничных столба в рамках первого этапа процесса делимитации между Баку и Ереваном. Также сообщалось, что около 10 армянских пограничников провели разведку на местности перед тем, как разместить здесь пограничные пункты. По соображениям безопасности, исходя из оперативной необходимости, доступ незарегистрированных в селе Керанс граждан временно ограничен, сообщалось на сайте СНВ Армении. Согласно протоколу о делимитации между Арменией и Азербайджаном, граница должна пройти непосредственно рядом с Керанцем. Между тем, протестные акции и шествия в Ереване из-за решения власти Армении и Азербайджана о начале делимитации, похоже, сошли на нет, не получив народной поддержки. На этом фоне власти Армении не упустили возможности пригрозить протестующим. В частности, депутат, отправящий партии Никола Пашиняна, решил припугнуть карабахских армян и заявил, что власти лишат их пособий переселенцев, если те будут замечены в акциях протеста. Что же касается мятежного архиепископа Тавушского Баграта Галстаняна, который возглавил протестное движение против делимитации с Азербайджаном, то он все еще находится в Ереване. В среду, как сообщается, Галстанян провел встречи с экономистами, а также со специалистами сферы образования и науки. В разговоре с журналистами Галстанян заявил, что также планирует встретиться со всеми экс-президентами Армении. Правда, точную дату раскрывать не стал. Накануне оппозиционный архиепископ Галстанян встретился в Ереване с представителями бывшего так называемого правительством самораспустившейся Нагорно-Карабахской республики, а также с карабахскими армянами. Отметим, что в ближайшее воскресенье 26 мая архиепископ анонсировал в Ереване очередной митинг оппозиции. Вместе с тем, сегодня Следственный комитет Армении сообщил о задержании молодого мужчины, который, по версии следствия, вместе с группой лиц собирался захватить здание правительства Национального собрания и полиции Армении во время митинга, намеченного на 26 мая в Ереване. Против него возбуждено уголовное дело. Парламент Азербайджана утвердил соглашение с Россией о правилах эксплуатации и содержания автомобильного моста через реку Самур на Азербайджано-Российской границе и подъездных дорог к погранично-пропускному пункту Самур-Ярак-Казмоляр. Председатель парламентского комитета по международным отношениям Азербайджана назвал этот документ чрезвычайно важным для обеих стран. Автомобильный мост через реку Самур на Азербайджано-Российской границе был реконструирован и заново открыт в 2019 году. Он является важной частью международного транспортного коридора Север-Юг. Его протяженность 325 метра, ширина 17,5 метра. Стоимость проекта реконструкции составила около 21,5 миллиона долларов. Россия и Азербайджан финансировали строительство поровну. Две страны организации договора о коллективной безопасности ОДКБ помогали Азербайджану во время эскалации конфликтов в Карабахе в 2020 году. С таким провокационным заявлением выступил в среду в парламенте Армении премьер-министр Никол Пашинян в ответ на просьбу одного из депутатов прокомментировать заявление президента Беларуси Александра Лукашенко, сделанное во время его недавнего визита в Азербайджан. Однако, какие именно страны Пашинян уже по традиции не сказал. Напомним, в ходе своего визита в Азербайджан президент Беларуси посетил освобожденные оккупации территории, в частности Физулинский район и город Шуша. Во время беседы с Ильхамом Алиевым о ходе Второй Карабахской войны и послевоенным временем, обратившись к азербайджанскому коллеге, Александр Григорьевич заявил, что это была освободительная война и настало время возрождать эти земли. Из чего Пашинян сделал вывод про некую игру союзников против Армении. По его словам, он уже, дескать, в течение четырех последних лет безуспешно пытается косвенно донести эту мысль до общественности. В подготовке к 44-дневной войне 2020 года не с нашей стороны участвовали наши союзники. Я знаю, как минимум, две страны ОДКБ, которые участвовали в подготовке войны против нас. Как считает Пашинян, цель этой войны для этих стран не была связана с Карабахом. Они стремились таким образом, как он сказал, цитирую, добиться прекращения существования Армении как независимого государства. По его словам, такие попытки ими предпринимались все последние четыре года, но эти планы не увенчались успехом благодаря, дескать, бдительности самого Пашиняна и его команды. Вместе с тем, говоря об урегулировании отношений с Азербайджаном, Пашинян также в ходе правительственного часа в парламенте показал карту, по которой проводится процесс делимитации границы между Баку и Ереваном. При этом Пашинян заявил, что считает неприемлемыми и алогичными обвинения в территориальных уступках в Тавуши, намекая на недовольство оппозиции, так как воспроизводится де юре существующая госграница. Я бы считал это успехом, потому что Армения впервые в своей истории переговорным путем формирует, создает границу и закладывает основу суверенитета государственности дальнейшего развития. Единственное, что сохранилось в Крокус-сити-холле после теракта 22 марта, это музей Муслиему Магомаева, который располагался на втором этаже подмосковного концертного зала. Об этом заявил бизнесмен Эмина Галаров во время встречи с журналистами. По его словам, место, где разместится новый музей известного советского и российского баритона, не определено, но обязательно откроется в будущем. Отметим, что после страшного теракта в Крокус-сити-холле 22 марта Араса и Эмина Галарова создали благотворительный фонд имени Муслиему Магомаева, в который они направили 100 миллионов рублей на помощь пострадавшим и их семьям. К 30 апреля фонду удалось собрать 140 миллионов рублей. Еще большую информацию читайте на нашем сайте и в телеграм-канале, ссылки в описании под этим видео.